Певная частка питания у традиций натишилась о земельных спрессах и предоставлении жилья. Шерах социальной сферы. Жихарка кармы Мария Маляванная приходится на прием разом с сыном Александром, который на протяжении последних 5 лет покутает от тяжкой хворобы. В союзе с чем на прационных местах долго не затримливается. Да и перолик видов мягчимой деятельности значительно обмежеванный. При этом мужчине долгий час отмавляют оформление инвалидности. После разговора с помощником президента заявляется надея на становочное выращение проблемы. Я думаю, что трудоустройство это будет не выход из положения, потому что его приступ может в любой момент быть, и его могут в любой момент уволить. И он опять останется без ничего. Нас устроит и третья группа рабочая. Мы где-то будем подрабатывать, что будет позволять здоровье. Надежду нам дали, будем ждать, надеяться. Сироты, кто звернулся за допомогой, Михаил Красовский. Мужчина працевал на Чачерской ПМК. Поколь не подшался процесс ликвидации предприемства. Мужчина застался без працы, однако у свою чергу за предприемством заховалась запозыченность по заработной плате. Зараз я наскладаю амальтры с половой тысячи рублей. Сродки можно будет отримать только после продажи майомости Чачерской ПМК. Иншим законным чином пытание не вырошить. С подобной проблемой до помощника президента звертается фермер Миколай Винянков, який так само не может дошакаться своей грошей. Правда, лишь бы значительно высшейшая, коля 100 тысяч рублей. Минавито стольки ему повинны выплатить мясовые сельгаз предприемствы. Коротко и понятно, ясно. Человек среагировал, что действительно, ну как, за продукцию нужно платить. Жалею, что раньше хотел ехать в администрацию туда президента, Минск. Ну далеко, знаете, то-то, то-то. А вот все-таки вот эти вот приемы, вот эти вот попасть как можно и реально, это просто, ну это очень хорошо. В этом питании необходимо деталево разобраться, скажет Юрий Шулейко. И додает, мясовые улады повинны наладить больше тесное взаимодействие с керовниками фермерских господарок. Надо абсолютно сегодня вникать в фермерскую жизнь, вникать в фермерскую жизнь. Если бестолковый, не обрабатывает землю, мы землю выделили решением, если есть к тому предпосылки, не обрабатывается, нет, мы его можем ее изъять и передать или вовлечь в хозоборот. Если там есть порядок, его нужно поддерживать и мотивировать еще. Может быть, он заявил, что он еще хочет землю взять? Почему не дать? Из такой позиции нужно и работать дальше. Это люди нужно сегодня культивировать фермерство. По всех питаниях, которые прогучали под час приема и промой линии, дадены тлумачения. Кожное на особистом контроле помощника президента.